Субтитры подогнал «Симон» 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 спеть для вас. Тут вуз проходит. Зашел Высоцкий. Тогда еще малоизвестный получается. Нет, он очень известный. Но там такая история в БДТ. Если Товстаногов смеются, смеются все. Если он молчит, если он не аплодирует, все молчат. Тоталитаризм? То есть стопроцентный. Вот. И, собственно, Юрскому пришлось тоже уйти из театра, потому что он говорит, ну, Сережа, ты уже поставил спектакль, тебя половина труп и любит. Ну, как же нам вместе под одной крышей? То есть это, в общем-то, такая история типичная. И он тогда, значит, он говорит, я хочу вам спеть песню, премьеру, значит, песни. Спасите наши души. Это было, конечно, потрясающе. Потом он сказал, если хотите, значит, просите, значит, что-нибудь, чтобы я спел. И все молчат. А я, поскольку весь его репертуар знала, я, значит, все время заказывала ему. И только там, когда, а может, и там почкование у инопланетян, тут Георгий Александрович говорил, и все, вот такая история была. Он говорит, я помню, мне стало страшно. От такого холода меня всегда так хорошо принимают. Это он потом сказал, когда мы работали вместе. Вы, который заказывал, вы меня просто выручили. Это счастье, конечно, встретить вот таких людей в своей профессии, которые составили славу нашего кинематографа, вообще славу нашего театра и вообще славу нашего государства, я не побоюсь, нашей культуры. Правильно? Да, вообще, конечно, самое интересное в работе, вот, например, там, ну, в нашей работе, это, конечно, встречи. Ну, конечно. Ну, такие встречи. Вот я помню, когда меня утвердили на Мосфильм, Алов и Наумов, бег по Булгакову. Тоже гениальный совершенно фильм. Это совершенно гениальный фильм. Причем его тоже положили на полку. И когда-то, значит, Алов и Наумов возвращались, самолетом летели в Москву, и там встретился какой-то большой начальник и предложили они поиграть в карты. И говорят, ну, так же неинтересно играть. Давайте, значит, вот, если мы выиграем, вы похлопочите, значит, чтобы нас... И чтобы фильм выпустили. Чтобы фильм выпустили. Представляете, выиграли в карты наш фильм. Вот так. Так бы он лежал. Ну, потому что белогвардейцы, ну, что это такое. Да, да, да. И так далее. А вообще тут интересное вот... И сегодня я вчера, выхожу из театра, и вдруг... А-а-а! Евстигнеев. А помните, иди мой мальчик усни, у тебя под глазами тени? А он говорит, тени какие-то? Ах, тени. Когда в Париже мы встречаемся, и Чернота, купи себе штаны, вот эта вот сцена... В общем, Черноту играет Ульянов тоже. Ульянов, да-да. Гениальный совершенно артист. Да, гениальный. И Баталов, и Евстигнеев, и Ульянов. Это просто созвездие. Созвездие, созвездие. И сами режиссеры, и материал. Ну-с, господа, в чем недоразумение? Он выиграл у меня деньги. Я хочу, чтобы он вернул их. Нет, это невозможно. Как невозможно? Ну, проиграл немаленький, ничего не поделаешь. Господа, деньги предлежат вам. И никаких недоразумений быть не может. Ну, иди, мой... Иди, мой мальчик, усни. У тебя под глазами тени. Тень и тень. А, тень. Конечно, вот когда... Так вот везет, что ты встречаешься с такими людьми в деле, в работе. Это... Мне кажется, артист сам поднимается на какой-то... Конечно, конечно, конечно. Расскажите вот эту самую совершенно потрясающую историю, как Царство Небесное Михаил Афанасьевич Булгаков сам выбрал вас на эту роль. Это удивительная история. Я пробовалась, и я им понравилась. На роль Люськи. На роль Люськи. И поэтому, значит, я пробовалась там с целым рядом еще претендентов на черноты, на роль черноты. И вызвали Луспекаева. И Луспекаев говорит, я буду пробоваться только с Татьяной Ткач. А я уже пробовалась. А почему он так сказал? Понимаете, это... Он был чрезвычайно болен. У него была болезнь, никотиновая болезнь, и у него ампутировались, значит, вот ноги до пятки. И спасла его, между прочим, Фурцева. Ей как-то на банкете сказали о том, что такой замечательный артист из Ленинграда умирает. И что вот нужно... Она достала лекарства, именно которые вот заживляют вот это. А но боли у него были адские. Он уже распрощался с жизнью. Но когда стали заживать у него вот эти ноги, он был так счастлив, что он вернулся, значит, к жизни. Пришел в театр первый раз. И потом зашел в общежитие. Мы жили, значит. Там такая шутка ходила. Вместо одного мастера Дорониной взяли трех подмастерьев. Мы жили в одной комнате. Плотникова, Сапожникова и Ткач. Все такие рабочие. Рабочие. Да-да-да. Которые все равно не могут завидеть Доронину. Ну, и он заходит. Он со свитой, конечно, заходит. Он был известен ведь, да, очень? А? Очень известен уже был как артист. Да, он очень известен. И он говорит, ну, надо же, какая профессия. Вот я так счастлив, что я вернулся. А многие так, ой, типа Паша приехал, значит, пришел опять, как бы, типа, всех переиграет. Телезрителям нашим скажем, которые не знают, что это как раз тот самый, который таможне дает добро. Да. Верещагин. Верещагин, да. Вот. И я вообще сидела умытая уже. И уже мы спать собрались. И он долго, значит, вот рассказывал все о своей жизни. Это удивительный человек. Ну, это, знаете, это какой-то сивка-бурка. Вот огонь из назрета. Смена настроения. И вообще всего. Я вот так вот только сидела. А он говорит, а как тебя зовут? А я вместо того, чтобы сказать Таня, говорю, ткач, почему я так сказала? Я была просто поражена этим человеком. И он говорит, я тебе понравился. Я говорю, да. Он говорит, спасибо тебе, ткач. У вас разница в возрасте какая? С Луспекаемым? Да. Ну, большая. Если ему было там 42 года, а мне было 23. И получается, что на «Белый солнце пусты» вы попали примерно так же, как и в «Бег». Да. Нет. Они попробовали, значит, его на роль Черноты со мной, значит, вместе, как он просил. Но его не утвердили, потому что он все-таки плохо ходил. А там стремительная походка. И уже начались съемки. Нас уже всех утвердили. И Павел Борисович звонит мне и говорит, Таня, ну что там, как, меня не утвердили? Ну ты скажи им, что по Парижу в Кольцонах может только Луспекаев пройти. А все-таки про... Да, про Булгакова. Да, да, да. И были, значит, пробы. Ей показывали пробы. И она, значит, говорит, мне кажется, что вот эта актриса, значит, нам подойдет. Ну я посоветуюсь с... Как она это делала? Да, да, да. Ну вот она говорит, что она с ним общалась, что она, значит... Она сказала, да. Она пришла и сказала, да. Он сказал, что... Но все дело в том, что они ехали однажды в купе и встретили вот эту Люську, походную жену Чернот. Это губернаторская дочка, которая убежала с генералом и стала походной женой. Из дома убежала. И она потом рассказывала, значит... И она стала прототипом вот этого рассказа вот этой женщины. А она вот такого приблизительно облика. И она сказала, это она. И он сказал, да, это, мол, типа... Вот так было любопытно. То есть это чисто визуальное даже было совпадение, да, с этим образом? Да, да, да. И если возвращаться дальше, давайте мы, знаете, как сделаем. Сейчас ненадолго прервемся. У нас короткий рекламный блог. А после этого мы продолжим наш разговор. Хорошо. Итак, это программа Арсунга. Мы продолжаем. Реклама прошла быстро. У нас в студии Татьяна Ткач. Мы говорим о кино, о театре. Вот в рамках Горьковского фестиваля вы приехали, привезли спектакль под названием «Семейный портрет» по пьесе Горького «Последняя». И на афише спектакля «Семейный портрет с овалами, с пустыми овалами вместо лиц». Что такое случилось? Да, потому что все семьи, буквально все семьи, ну, в общем, похоже у всех свои проблемы, но когда начинается что-то за окном, революция или война, это входит в каждый дом. И поэтому они как бы типа обезличены, потому что это касается не персонально этой женщины, а всех женщин, всех мужей, всех детей. Ну, вот такая как бы идея. Да, публика у вас совершенно потрясающая. Какой зал, как они слушают, как они тонко реагируют. Ну, это просто удивительно. Как они встали, браво, кричали все. Это было очень... А вы знаете, как нам понравились? Это очень приятно. Такая красавица, во-первых. Во-вторых, прекрасная актриса. И, в общем, отзывы о спектакле просто самые-самые-самые. Классический горький, можно сказать. Потому что, в принципе, можно посмотреть какие-то отрывки в интернете. Понятно, что не все могут доехать для театра на Литейном. Да, но что-то можно увидеть. Это классические декорации, классические костюмы. Это классический русский театр, по сути. То есть была такая задача, сделать классического горького. Мебель была куплена, натуральная мебель по всем комиссионам. Искали художник по костюмам очень хорошая. Там вообще группа. Надо сказать, что режиссер Кузин, он удивительный режиссер, совершенно потрясающий. Он и в Петербурге тоже работал. Но вообще он из Ярославля. Он и педагог. Он удивительный просто человек. Ваш тонкий зритель, говорю, абсолютно ответственно, потому что столько проработать, и столько объявить. Вы чувствуете аудиторию. Да, да. Большая культура, и внимание, и уважение. Как слушать, как тонкие какие вещи, как они смеются, как реагируют. Переключается очень хорошая публика. На самом деле, спасибо вам огромное за то, что вот эти, как сказал наш режиссер, режиссер нашей программы, Татьяна Киселева, она очень ценит именно такой осколки русского, традиционного, драматического театра. Вы их сохраняете, чтобы они дальше двигались. Знаете, вернемся к вашей работе в кино. Вот этот легендарный фильм. И, честно говоря, я никогда не понимал, почему он легендарный. Ну, как-то он... Какой? Ну, со мной не совпал просто. Белый сон с пустыней. Ну, не совпал со мной. Такое бывает. Ну, бывает. Не совпадают эти... Хотя космонавты смотрят его обязательно перед отлетом на орбиту. Более того, они знают все по именам. Просто буквально, знаете, вот как раньше Ильфа и Петрова знали, просто некоторые, на какой странице... Да, какой кусок. Какой абзац, да. А вот то же самое... Все дело в том, что фильм сняли двухсерийным. То есть большим он должен быть? Большим он должен быть. Я, значит, была... У меня была большая, так сказать, роль, потому что там много людей было, подбирали по типажам. Очень высокая, очень толстая, красивая. Гарем, гарем. Да-да-да. Ну, чтобы он и с юмором тоже был такой был гарем. А я профессиональная артистка. Еще там была одна артистка профессиональная. И нам нужно было играть. Вот, например, когда там Абдулла умер, и мы видим, значит, вот это тело, мы оплакиваем его и так далее. Там много было еще сцен. Но когда они смонтировали, решили, значит, сделать просто кино на одну серию, и в результате мы оказались в корзине, но фильм выиграл, понимаете? Вот выиграл фильм. А почему? Потому что вот этот вот русский характер, вот такой былинный просто, который вот... Кузнецов. Кузнецов. И Кузнецов, и Луспекаев, конечно же, да. Вот эти вот типажи совершенно потрясающие, они... Получились быпками. Да, очень такие, в десятку. Все, на! Гюльчатай. Когда я была любимой женой Абдулы, вы каждый день его видели. И даже каждый день он кого-то бил. Наш муж забыл нас, еще нас не узнав. И как его понять? Ведь мы не так уж плохи. А может быть, Гюльчатай плохо его ласкает? Или ему не нравится, как она одета? А может... Всегда все получается только тогда, когда потрясающая группа. И художник, оператор какой у нас был, Розовский, Марк Розовский, который снимал «Человек-амфибию» в свое время. А тяжело было в этой экспедиции? Зни, пожалуйста, Наташа. Тяжело, конечно, очень. Потому что... Потому что это же на край света практически. Да, вот, например, мы снимали даже Кушка. Это самая южная точка Советского Союза. Это Кушка. И вот ты снимаешься в этой пустыне, ползают змеи. Тварь всякие. Вот, всякие разные скорпионы. Вообще жутко. Однажды я присела за барханчик, прошу прощения за, так сказать, подробности, и вдруг надо мной, вот, а там бархан такой высокий, сидит колоссальный варан. Ужас. Вот подробности вот эти все видны, когда ты вот так вот близко на него смотришь, вот так вот дышит вот этот вот язык. Огромный. Ну, я не знаю, двухметрового роста. Я бежала так. То же самое было, когда там такой арык, такие вот каналы. И жутко хотелось хотя бы искупаться. И тоже. Я плыву рядом со мной с змеей. Я тоже побила рекорд по плаванию тогда. Сразу же, да? Да-да-да, сразу же. Вы знаете, я вот, мы говорили очень, вернее, вы говорили очень добрые слова о хороших режиссерах, об операторах и так далее, о театральных в том числе, как бы, партнерах. Как вы относитесь к экспериментам в современном театре? У вас, в частности, в Питере есть такой театр, он называется Посттеатр. Сейчас очень модно всё со словом Пост. Вот Посттеатр. Некий режиссёр Волка Стрелов, который потрясает, ну, моё воображение в кавычках, в обратную сторону потрясает, который, например, ставит такие спектакли, как молчание на тему культуры. То есть человек покупает билет за 500 рублей или там за сколько, приходит, садится в кресло, не видя никакого чувства, никакого подвуха, выходит актриса, садится напротив него на сцену и молчит. Молчат два часа? Полтора часа. За это судить надо. Арестовывать, конфисковывать его имущество, раздавать людям, которые... Вы знаете, о нём пишут, и, в общем-то, это как бы... Ну, это же... Профанация. Просто профанация. Это никакого уважения нет к людям. Это просто я даже не знаю, что это такое. То есть вы в таких спектаклях не готовы принимать счёт? Нет. Я вообще уже давно выбираю роли и режиссёров, и партнёров. Я говорю, я могу играть. И поэтому, когда вот у нас вот все вот эти вот мои дети, и все вот... Мы просто любим друг друга, бережём друг друга, ценим друг друга. Вы говорите про театральный коллектив. Да, ну вот в определённом спектакле, в котором я принимаю участие. А правда, что ваш внук так и остаётся вашим главным зрителем? О, да. Он говорит... Он очень любит меня, конечно. Таня меня называет. Я однажды сказала бабушке. Он говорит, Таня, перестань. Ну, какая ты бабушка? Это даже звучит неприлично. Вы знаете, вообще почему-то редко получается, когда актриса, особенно если она народная артистка, если она известна, как-то вот редко такие актрисы бывают счастливыми. А вы вот выбрали, вытянули этот счастливый билетик, вы и в профессии состоялись, и имя у вас громкое, и счастливая семейная жизнь, личная жизнь счастливая. Как вообще вам это удалось? Ну, как вам сказать... Вначале, значит, вот у меня был первый муж, который отец моей любимой дочери Наташи. Он был главным инженером статистического управления Ленинграда и Ленинградской области. Очень умный, такой программист, компьютерщик. Тогда вообще... Да, была редкость. И когда я ему рассказывала, значит, о репетициях и так далее, он говорит, я говорю, ты меня не слушаешь? Он говорит, если я буду слушать, я просто сойду с ума. Ну, дай мне, так сказать, вот подумать о своем. Я говорю, просто невозможно жить с человеком, который вообще не в твоей профессии. Второй муж оказался мой партнер, которого я поменяла на Володю. Я инициатор всегда вот этих вот разрывов и прочее. И там началась обратная сторона медали. Вот, например, он привидение Ипсона. Я, значит, фруалвинг, а он режиссер. Мы приходим домой, нужно что-то приготовить, нужно детьми заняться. Он говорит, давай вот эту вот сцену разберем. Я говорю, это невозможно жить с человеком, который только и говорит вообще. Отдохнуть невозможно. Так что... С личной жизнью все-таки не очень получилось, да, получается так? Понимаете, в личной жизни практически у актеров, которые так заняты, как я, я вела полностью репертуар. Весь. Я когда подходила к распределению и видела, что опять я, и опять главная роль, я просто плакала. А мои подружки потом говорят, ты черствая, у тебя сердца нет, мы мечтаем, значит, вот о ролях, а ты, значит, типа плачешь. Я говорю, так у меня же должна быть какая-то личная жизнь. У меня даже выходных даже не было. Вот. И поэтому, ну, дети мои только спрашивали, как прошел спектакль, они до сих пор. Потому что если плохо прошел или мне не нравится, то им надо лучше просто молчать. Спрятаться. Спрятаться. А если хорошо, до сих пор. Ну, как спектакль? Ну, как? Вот. Потому что... Ну, взаимопонимание есть в семье? Конечно. В семье, с внуками? Ну, безусловно, безусловно. Дочка вообще... Вот у меня много антрепризных спектаклей. Она говорит, в чем ты собираешься играть? Я говорю, вот у меня там вот это есть, вот это есть. Она говорит, нет, это не годится. И она... И она идет, покупает ткани, разрабатывает это самое, несет, значит, шить. И говорит, не бери ты с этого человека даже деньги, хотя это достаточно дорого все стоит. Вот так она хочет, чтобы я блистала в антрепризах. Да. Видите как. Она мне сшила костюмы, даже вот на игру в джинн накупили шилков, разноцветных китайских шляп и так далее. То есть там, казалось бы, дом престарелых. Ну да, да, там все два героя, по-моему, в этой письме. Да, да, два героя. Но эта женщина, которая вот просто... Вчера оказалась... У нее все было, она разозлилась, значит, там, на сына и отдала дом церкви. И оказалось вот так. И она у нее там... Она еще надеется встретить кого-то. Для нее это чуждая совершенно, так сказать, атмосфера. И поэтому вот это решение очень интересное, потому что там, например, Гафт, например, и Акиджакова. Там никакой, так сказать, надежды уже, в общем-то, не идет речи. Там о другом спектакле. Но автор писал, этот автор, писал как раз с эпиграфом. И, может быть, мелькнет любовь улыбкой и прощальной. Вот об этом все-таки. То, что мы, так сказать, вот играем. И вы, соответственно, выглядите здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Было очень приятно. Очень приятно. Афиша самых ярких культурных событий наступающей неделе в программе Арс Лонга. К столетию Великой Октябрьской социалистической революции в выставочном комплексе развернулась экспозиция «Октябрь-100» – полноцвет. Выставка представляет собой групповой художественный опыт осмысления событий столетней давности, полноте цвета и оттенков, поскольку Великий Октябрь в разное время раскрашивался монохромно – то в тотальный красный, то в черный, то в серый. Полсотни авторов, известных, опытных, молодых, разных представили свои творческие высказывания на тему «Октября». В театре оперы и балета в рамках фестиваля «Болдинская осень» – «Жизель». В основу балета положена пересказанная Генрихом Гейне старинно-поэтическая легенда о Велисах – невестах, умерших до свадьбы. Кремлевский концертный зал «Филармонии» представляет большой концерт в презентацию альбома «Патрисия Касс» – новые песни и любимые хиты. Для нового альбома «Патрисия Касс» выбрала несколько треков из 35 предложенных ей песен современных французских авторов. «Патрисия» предлагает слушателям альбом полный элегантных, сильных и красивых песен, которые вызывают у самой певицы искренние слезы. Кроме новых песен «Касс» представить в программе и всемирно известные и любимые хиты. В кинотеатре «Орленок» в рамках проекта «Настоящее кино» – убийство в Восточном Экспрессе. На этот раз за знаменитый, уже пару раз экранизированный роман «Убийство в Восточном Экспрессе» взялся сэр Кеннет Брана. Так что новые декорации, новые актеры и новая атмосфера вселяет новую жизнь в ставшую легендарной историю. Это лишь некоторые события, которые стоит увидеть. Живите культурно! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте ННТВ.ТВ и, конечно, в эфире телекомпании ННТВ каждую пятницу вечером. Всего хорошего! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok